Сейчас я расскажу о том, как подобрать мелодию к акапелле, к вокалу. Это достаточно такая большая проблема для многих начинающих ремикс-мейкеров, битмейкеров, ну и вообще саунд-продюсеров. И сейчас я расскажу, как быть с этим делом. На самом деле все элементарно просто. Поскольку вы уже изучили или должны были изучить музыкальную теорию, то в принципе здесь ничего сложного нет. У любого вокала, у любой акапеллы есть какая-то тональность, в которой этот вокал записан. Соответственно, если вы берете вокал из библиотек сэмплов, там сейчас практически всегда, наверное, в 99 случаев подписана тональность. Вот я взял один из вокалов, где написано А мажор. Если, допустим, вы нашли где-то, конечно, это надо постараться, но тем не менее, если вы где-то нашли в сэмпл-паке вокал, и там нет вообще никакой тональности, то, во-первых, подумайте, если там не песня такая ля-ля-ля-ля с каким-то мотивом, а какой-то речитатив, то есть когда люди просто что-то говорят. Вот как я сейчас говорю, я просто говорю, у меня нет никакой тональности, потому что я не пытаюсь говорить по каким-то нотам. А мне и не нужно, потому что я не пою, я говорю. И, соответственно, когда мы работаем с вокалом, который иногда читка в рэпе, в хип-хопе, ну и некоторые такие какие-то фразы бывают, вырезки старых, например, каких-то записей, ну, короче, это может быть обыкновенный текст, который не является песней, и в этом случае у него, в принципе, тональности нет. И в этом случае, опять же, вы, в принципе, создаете мелодию чисто на слух, и там никаких правил нету и никаких нету методов, как вообще подобрать ноту, потому что, ну, собственно, вокал там, там не вокал, а просто голос. Это вот как подобрать под мой голос какую-то мелодию, да. Под мой голос почти любая мелодия подойдет. И в качестве яркого примера, допустим, когда вы слышите какое-то и смотрите какое-то видео, там на YouTube, например, и человек что-то рассказывает, а фоном играет музыка. То есть вы же не слышите там каких-то диссонансов, потому что, опять же, человек просто говорит, это обычная речь, которая отональна, у нее нет тональности. А когда человек поет целенаправленно, то это уже приобретает некую тональность, которая, повторюсь, в 99% случаев подписана в названии того именно вокала, который вы взяли. Если же, если же так получилось, что вы решили сделать ремикс, то здесь все элементарно просто, я об этом уже рассказывал, на всякий случай повторим, вы можете взять оригинал, именно прям аудио файл оригинала, загрузить в различные программы, такие как Rekordbox, Virtual DJ, Mix Master, ну то есть любая диджейская программа, которая считает темп трека и считает и высчитывает тональность. То есть мы видим, что у каждого трека есть какая-то тональность, которую определила программа. Они не всегда работают идеально точно, идеально ровно, но здесь, повторюсь, многие вещи делаются на слух, но чтобы помочь себе, нужно определить тональность. Если у вас нет программы, вы не хотите ее устанавливать, вы можете на сайте Gitsong Key найти нужный вам трек и посмотреть, какая у него тональность. Здесь тоже все подписано. Проблема этого сайта в том, что не все треки здесь есть, но если они здесь имеются, то будет подписано, что за тональность тоже. Если M — это минор, а если ничего не подписано, то это мажор. В принципе, также работает, в частности, Rekordbox, как и многие другие. Окей, я надеюсь, здесь понятно. Если вы артист, то есть вы сами поете, вы сами являетесь вокалистом, ну тогда вам просто нужно учиться петь, либо потом тюнить ваш вокал в программах типа Melodyne, Newton, ну и так далее. Значит, определились. У нас есть некая тональность. В первую очередь здесь еще нужно, конечно, подобрать темп. Ну, давайте сейчас, чтобы не усложнять. То есть мы возьмем темп 126, чтобы не подбирать по именно темпу. По темпу мы в других уроках разбираем. И давайте послушаем под метроном. Я слышу, что что-то не то. Ну, во-первых, я проверяю, чтобы здесь у нас автоподгонки не случилось. То есть если у вас здесь что-то такое будет стоять, правой кнопкой мыши нажимаем «Нон», чтобы он не сдвигал, а возвращал в исходное, извиняюсь, положение. А во-вторых, здесь, скорее всего, идет некого затакта. То есть у нас, смотрите, ну то, что здесь открывается как бы рот, и вот это не считается. Это можно смело обрезать. Это нам 100% не нужно. А допустим... Ну давайте пока не будем обрезать, попозже это сделаю. Значит, вот это вот вдох. А, это даже не вдох, а you. То есть you are. Здесь вот я бы сделал сильную долю на are. То есть вот так. То есть очень важно поставить вокал правильно. Если вы его поставили правильно, чтобы у вас все начиналось как положено, то вам будет проще подбирать мелодию. В принципе, можно сделать так. You are my bread and love, baby. You are... Тоже как вариант. Ну я оставлю таким образом, вот эту штуку обрежу нафиг. Она здесь явно не нужна. You are my bread and love, baby. Да, то есть мы подобрали это все, значит, по темпу выставили. Как менять темп я показывал в других видео. Значит, все. Мы определили тональность, мы поставили вокал, потому что, ну, в данном случае так вот он не работал бы. Это было бы криво. Это тоже очень важно. То есть многие акапеллы, они начинаются с так называемого затакта, когда идет там... Ну, то есть какой-то вдох, например, или вот как здесь you are. То есть можно так поставить, можно поставить так. Здесь, в общем-то, если вы делаете ремикс, лучше послушать оригинал, как там было сделано. Ну, в общем-то, можно сделать, как и хочется. В общем, давайте перейдем уже непосредственно к созданию мелодии, потому что это самое, конечно, главное. Но если вы вот это все правильно не сделаете, то, что я сказал, то вам будет капец как сложно подобрать мелодии. Дальше мы работаем в той тональности, ну, собственно, в которой записан вокал. Это А-мажор. Напомню, что для упрощения жизни мы в Piano Roll в левом верхнем углу нажимаем вот здесь вот Helpers, Scale Highlighting, и выбираем. Ну, вот А-мажор у меня здесь уже стоит. Все. Дальше что я делаю? Я, опять же, по аккордовой прогрессии я ничего не выдумываю. Я беру те аккордовые прогрессии, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Значит, здесь важно понимать, конечно, суть вот этого всего дела, но я уверен, что вы это уже знаете. И, значит, мы берем, ну, поскольку у нас мажорные здесь, мы берем аккорды именно мажорные. То есть, допустим, вот здесь некоторые аккорды и прогрессии в до-мажоре. Давайте возьмем обычное пианино, ну, можно даже родной Fall Keys, непринципиально, и загружаем сюда вот одну из этих вот аккордовых прогрессий, просто наобум. На самом деле можно это делать все вручную, но для упрощения жизни я использую такие методы. Значит, здесь все подогнано под тональность C-мажор. Вот написано C-мажор. Для того, чтобы произвести транспонирование, у нас-то А-мажор с вами. Нужно все это выделить и ноту C, то есть из C-мажора сделать А-мажор. Напомню, что из мажора в минор мы как бы сделать не можем, поэтому если у нас был бы вот здесь вот вокал в миноре, то мы бы искали что-то минорное. Это тоже, думаю, понятно. Теперь у нас получилась некая аккордовая прогрессия, но только ставим ее, конечно, не так, а по тактам. Давайте вот так еще поставим и просто слушаем, ну, как звучит. Давайте я сделаю погромче. Это уже звучит. Это уже звучит. И единственное, что я могу подправить, ну, во-первых, конечно, я могу делать всегда там обращение аккордов, это тоже мы разбирали, то есть на октаву выше-ниже можно любые ноты делать зажатым контролом. Мы можем добавлять сюда какие-то еще нотки, ну, например, могу сюда поставить ноту Е. Можно, конечно, побаловаться септаккордами, но как бы пока что я их не очень рекомендую, потому что если у вас сложности в создании мелодии для вокала, то лучше начать с обычных трезвучий. Я могу попробовать просто немного другую какую-то аккордовую прогрессию, ну, чисто для того, чтобы выбрать наиболее подходящую. Ну, мне не нравится, как это звучит, ну, то есть оно как бы в тональность, но звучит как-то неприятно. Да, вот это звучит хорошо. Также еще мы разбирали с вами такой сайт, как hooktheory.com, где были популярные аккордовые прогрессии. Здесь, напомню, можно скачивать популярные аккордовые прогрессии, которые круто звучат, и также их использовать за основу. Если мы возьмем даже самую популярную аккордовую прогрессию и подгоним ее в тональность A мажор, то, скачав MIDI, я думаю, что у нас все подойдет, потому что это прямо универсальная аккордовая прогрессия. Здесь мы выбираем A мажор, вот A мажор, здесь мы выбираем Scale мажор, здесь важный момент, перед тем, как нажимать MIDI, нужно нажать Play, тогда он будет скачивать именно аккордовую прогрессию в тональности A мажор, а не в какой другой. Давайте я создам новый паттерн, ну просто чтобы у нас этот не повторялся. Так, открываем и загружаем сюда вот то, что скачали. Проверяем. Ну, в принципе, да, мы видим, что идет все по подсвеченным клавишам, вот здесь нота A, ну то есть, скорее всего, все верно, и, в общем-то, осталось только прослушать и убедиться на слух в этом. Очень тихо, но здесь еще надо громче. Да, вы можете сказать, что это избитый аккордовой прогрессии, но если вы хотите что-то неизбитое, что-то уникальное, то вы просто берете и в тональность. Здесь, пожалуй, единственное правило, вот все это видео можно было бы упаковать в одно единственное слово, в одну единственную фразу, что нужно писать мелодию под вокал в той тональности, в которой записан вокал. Вот и все. Вот элементарно просто. Но то, что я сейчас показал, это нужно для тех, у кого, ну, либо все очень как бы сложно в плане написания мелодии, тот человек, который считает, что у него нет пока слуха, и пока этот слух, может быть, не сильно, скажем так, отточился музыкальный. Вот такие методы, они беспроигрышные. То есть, вы берете вот эти аккордовые прогрессии, и все у вас будет шикарно. Из аккордовых прогрессий, как делать кучу других мелодий, вы уже знаете. Если не знаете, то проходите курс по музыкальной теории. Все это я там рассказываю. Что касается мелодий, то там, конечно, мы пишем их преимущественно по устойчивым ступеням, как вы уже, я думаю, знаете. И в этом случае у вас также мелодия будет звучать хорошо и гармонично с вокалом. Но напомню, что не нужно делать какую-то суперсложную мелодию, какую-то суперлигирующую, такую вот с ярким звуком, потому что она может мешать основному голосу. Но об этом уже тоже у нас были отдельные уроки. В общем-то и все. Вот по большому счету. Если вы хотите поменять, например, тональность вокала, в принципе, вы можете это сделать. Например, я могу взять, вот здесь выбрать стрейч, стрейч, и сделать на полтона выше. Например, чтобы здесь был не А мажор, а, допустим, А диез мажор. Ну или давайте сделаем на три полутона вверх, чтобы был у нас С мажор. И вот здесь вот, например, тоже транспонировать из ноты, ну то есть из А мажора в С мажор. Напомню, почему я сделал плюс три там. Потому что вот раз, два, три, три полутона от ноты А до ноты С. Ну это, я думаю, понятно, да, почему здесь плюс три. И можно послушать, как это будет звучать теперь. Как вы слышите, это звучит стрёмно. Поэтому вокал менять не стоит. То есть мы как бы берём вокал в том виде, в котором он есть, и под него уже подгоняем мелодию, а не наоборот. Поэтому брать готовый вокал и его так транспонировать выше-ниже я очень не рекомендую. Ну то есть это можно делать, но нужно понимать, что это будет звучать неестественно. Конечно, музыка — это творчество, и в некоторых случаях это может звучать интересно и прикольно, поэтому ни в коем разе не отговариваю вас от того, что можно так экспериментировать, но имейте в виду, что это будет звучать, скорее всего, не очень естественно. В общем-то и всё, что касается подбора именно мелодий под вокал. Продолжение следует...